Слава Господу. На самом деле, я думаю, что все не случайно. Согласны? Что случайности это удел мира. Когда люди живут без Бога, когда они просыпаются с утра и начинают гадать, какой им носок одеть на ногу, чтобы сегодня день был счастливый, но они пытаются таким образом, каким-то образом, так сказать, управлять ситуацией, попытаться как-то контролировать ситуацию. Александр Жданович. Хорошо. Да, извините. И получается таким образом, что люди, живущие по определенным знаком зодиаков, по определенным гороскопам, существует огромное количество всяких оккультных вещей, верований. Они в скором времени обрастают, как корабль, ракушками. Знаете, вот корабль отправляется в плавание. Видел когда-нибудь корабль, когда его поднимают из воды? То есть он проплыл там сколько-то тысяч миль. И его, когда поднимают из воды, это зрелище, знаете, такое не для слабонервных, наверное. Потому что там снизу у него такие кораллы, наросты, рыбы какие-то, камни. И раньше корабли, которые делались из дерева, их на свалку выбрасывали, потому что было дешевле их похоронить и построить новый корабль. Потом мы стали оковывать медью, древнедеревянные суда. И требовалось каждые несколько месяцев вытаскивать корабль на мель. Его выгоняли на мель, знаете, там вода спадала, корабль снялся на бок. И матросы быстро-быстро специальными там, до лото сбивали эти раковины, эти наросты жуткие с медных пластин для того, чтобы ход у корабля был хороший, быстрый. И у него была осадка нормальная, он мог много груза взять. И сейчас ничего не поменялось. Вот эти огромные танкеры, которые вы видите, гигантские корабли, которые бороздят просторы океана, они также обрастают раковинами, ничего не изменилось. И это замечает капитан, он смотрит на свое судно, вот оно должно двигаться со скоростью, предположим, 40 километров в час, оно двигается со скоростью 25 километров в час. Он спрашивает, ребята, когда последний раз вы чистили? Они говорят, ну, плановый у нас был полтора года назад. Он говорит, вы прикалываетесь? Ну-ка быстро, в доке. Завозят на док, поднимают и все вот эти наросты, целые глыбы оказываются снизу. Представляете такое? Вот и человек. Когда он становится на путь самостоятельного принятия решений, он начинает искать эти раковины, они к нему липнут. Он начинает смотреть. Вот у меня такое было, я в детстве такой выхожу, думаю, ага, если сейчас ворона прокаркает три раза, значит в школе мне поставят нормальную оценку. Я иду и такой слышу, ну, кар, кар. Я такой, а, ну вот где бы еще мне кар услышать? Я слышу там где-то далеко. Кар. О, точно, верняк. Три раза карпнула, значит, либо к доске не вызовет, либо пятерку поставит. Но потом все становится гораздо серьезней. То есть вы входите в отношения с людьми, начинается работа, начинаются финансы, и ты начинаешь с этими вещами как-то уже взаимодействовать, и вот чтобы получить зарплату или как-то заработать денег, и ты такой уже начинаешь, ага, вот если я сейчас здесь вот потру, значит, стеночку, там постучу, одену пиджачок, вот я приду, и вот меня начальник, если заметит, когда я ухожу, то значит он зарплату нормальную даст и так далее. И в общем вот эта глупость, она приходит в голову, и постепенно мы становимся с вами заложниками системы. Определенная система построена на вот этих раковинах. Но есть хорошая новость. Вы ее знаете все прекрасно. Есть Господь, который приходит, и когда вы приносите Ему свои сердца, на престол, и говорите, Господи, я не хочу больше в этом мире жить, мне надоело, я так оброс ракушками, мне надо делать столько ненужных телодвижений, я не понимаю, я запутался, я не знаю, как жить, я не знаю, для чего я живу. И в этот момент Господь приходит и вытаскивает вас на мель, вам страшно, потому что корабль призван плавать, а вы оказались на мели. И вода уходит, и Господь берет, такой Иисус такой берет, свой молоток, гвозди из своих рук, и такой начинает сбивать с вас эти ракушки. Вот, я сегодня хочу пригласить проповедника, который... Ты же начнешь. Я закончу, ладно? Сегодня Александр Жданович поделится небольшим словом, и потом я после него продолжу. Итак, мы остались на том, что мы стали взрослыми, подошли к вопросу финансов, и наш корабль вышел на мель. Александр Жданович, поприветствуем. Да, бывает такое, что готовишься к одному времени, получается другое. Ну ладно. Аффект неожиданности. Но тема финансовая, она, конечно, очень интересная. Наверное, для каждого, кто здесь живет. И тема моего слова, она пришла неожиданно. Это... Есть у нас такое утреннее служение для разбора Библии. И вот скоро мы начнем по-другому изучать. Я открываю тетрадь и начинаю искать предысторию. Это послание к филиппийцам. Кто ее писал? Павел. И тут я начал рассуждать, как эта история, ну вот, как это писалось, да, что делал Павел. И родилась такая мысль. Успешный христианин. Белая ворона или элемент живой единой церкви? Помню все фильм, наверное, «Пятый элемент». Сразу так. Так к чему я это? Вот один вопрос такой задам. Что говорят в мире о людях, которые приходят в церковь? Какие люди приходят в церковь, думают? Сектанты, слабые. Еще какие? Да. То есть обычно приписывают людей, которые, ну, типа, они хуже, чем тот, который не ходит. То есть это люди, которые обездольные, обессиленные, которые там в чем-то постоянно нуждаются. Но когда, интересно, приходит стереотип такой, когда в церковь приходят люди, на которых смотрят, говорят, ну, у вас же все нормально, что вы здесь забыли? Кому задавали такой вопрос? Есть такие. Я тоже такой вопрос слышал. И очень интересно, что, от чего этот вопрос идет? Я начал размышлять и думаю. То есть Бог какое сердце имеет? Большое, которое дарит любовь постоянно, наполняет. И я бы назвал это сердце отцовское. То есть, когда в человеке есть сердце отцовское, то неважно, кто перед тобой стоит. Неважно, какой человек приходит в церковь. Потому что ты понимаешь, что этот человек, он такой же, как и ты. И Бог любит его так же, как и тебя. И это мне напомнило то, что вот... Помните, когда апостолы возлежали на груди у Иисуса и говорили, начали власть делить? Кто чей? То есть, мне этот вопрос начал от того, что вот люди, которые приходят, вроде бы все нормально, они попадают под прицел. Но у Бога все иначе. И почему я это задал? Ну, почему задался таким вопросом? Если мы посмотрим, что мы знаем о Павле. Кто такой Павел? Апостол. Кем назначенный? Ну, Иисусом Христом. Хотя сам не видел Иисуса, но это так. Еще, что мы знаем о нем? Ну, мы знаем, что он был Саввл. Богатый юноша, который дерзко гнал христиан. А потом же так же дерзко гнал фарисеев. Я бы так сказал. Потому что он уже пришел к Христу. И то есть, я зачитаю небольшое. Кто это был человек? Этот человек 20 годам стал лучшим среди воспитанников Иудейской Академии. Он в совершенстве знал культуру и верование своего народа. Блестяще владел древнееврейским, греческим и латынью. Он великолепно ориентировался в тонкостях богословия и философии. Перед ним были открыты широкие перспективы. Он мог все иметь. Я бы сравнил это сегодня с тем, как... Ну, вот есть такое понятие президентской академии. То есть, после нее обычно идут начальники, думы и так далее. То есть, управленческий аппарат. Но самое интересное, что вот это вот все, когда к нему пришел Бог, все поменялось. И вот он описывает это так, что во Христе Павел увидел того Бога, в которого всегда верил всем своим существованиям. Ведь мы знаем, что его сердце действительно верило Богу. Даже когда он гнал. Но он еще тогда не узнал настоящего Бога. То есть, он остался как бы тем же максималистом. То есть, он знал изначально Иудейскую Академию. Он также начал и познавать Христа. Он тоже жаждал этой истины. То есть, он узнал Христа и пошел за Ним. Он все делал для того, чтобы еще больше познать Христа. То есть, и написано, что именно в нем он нашел наконец того, с кем хотела встретиться его душа. То есть, он всей душой хотел, даже когда до того, как он Христа познал, он хотел познать действительно Бога. И самое интересное, что Павел познал Бога не от своих знаний, которые были заложены ему через все эти академии, через все познания, которым он давал действительно время много, а через личное откровение. Через личное откровение, когда он направлялся, естественно, Иисус ему сразу проговорил в сердце. И всю историю мы знаем его. То есть, если мы подведем такой итог, кто это был Павел? Павел это был значимый человек, который много знал, много имел впереди как бы перспектив, но пришел к Богу, он все равно остался успешным. То есть, я его считаю, для меня он образ этого успешного христианина. И далее, такой подзаголовок, это у меня «Трудиться как для Господа». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6.12. Если можно, на проектор. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлебодаром, но занимались трудом и работают ночи-день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но и чтобы себя самих дать вам в образе для подражания. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых обещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». То есть, размышляя над этим посланием, что мы видим? Вообще, это такое обличающее послание было к фессалоникийцам. То есть, со слов апостола мы видим, что такое чувство, что в фессалоникийской церкви многие, но он так и пишет, что многие братья подняли лапки кверху и ожидали пришествия Христа. Все, то есть, работать не надо, сейчас придет Бог, все будет очень хорошо. Но, как мы видим, как мы помним, Павел, придя к Богу, он служил, ну и что он делал? Он работал. То есть, он никого не обременял. Его талант был, ну, я не скажу, это и талант, и его деятельность, это пошив палаток. То есть, сегодня это, я скажу, предпринимательство, индивидуальное предпринимательство. То есть, в любом каком-то путешествии он всегда имел хлеб, имел пропитание, хотя он говорит. То есть, вот если мы почитаем, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. То есть, по факту, Павел, ну, был такой закон, что если, ну, Павел, это апостол, он поднимал церковь, и он мог рассчитывать на то, что когда он приходит, его что делают? То есть, принимают, покрывают расходы, но как бы он не нуждается в ночь. Но для чего он отказывается от этого? Он предпочел отказаться от этого права ради возможности служить примером благородной независимости и неутомимого трудолюбия. То есть, он трудился и тем самым показывал, что вот, я пришел к Богу, не свесил лапки, ножки откинул, а я продолжаю трудиться, продолжаю служить Господу. И что делает он для других? Ну, вот говорит, увещевает, 12 стих, то есть, ну, 11-12 стих, но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают и суетятся. То есть, они что-то суетятся, делают это, ну, так сказать, вид делают, но плодов нет. Таковых увещеваем, убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Как я понимаю, что значит безмолвие ели свой хлеб? То есть, кто верно трудится, апостол, что делает? Поощряет продолжать трудиться в том же духе, но не ради своей славы, а ради Божьей славы, не унывая, не устывая. То есть, если на сегодняшний момент, я скажу так, что мы занимаемся разными сегодня профессиями. Кто-то там дома строит, кто-то шьет, кто-то производит на огородах что-то. И для чего мы стоим? Бог нас поставил каждого на свое место. Не для того, чтобы просто работать, а для того, чтобы своими результатами мы могли прославлять Господа. Чтобы мы могли свидетельствовать на том месте, где мы работаем в окружении людей. пить так? Что мы еще знаем о Павле? Если говорить о результате его работы, проделанной. Я раньше не задумывался, но сколько посланий он написал. То есть, если мы читаем послание к римлянам, первое к коринфянам, второе к коринфянам, послание к галатам, к ефесянам, к филиппийцам, к колоссянам, к фессалоникийцам, первое и второе послание, первое и второе к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к евреям. И вот почему я начинал на основании того, что к филиппийцам как Писание послалось. На самом деле, Павел делал сколько? Три крусейда, да? Больших путешествий, когда он ставил церкви, и это не на один день там слетал, за один день там до Греции долетел или до Нью-Йорка. То есть одно путешествие, оно занимало, могло месяц, могло три, могло год заниматься. То есть это большое путешествие. Я начал размышлять, что отправиться в путешествие в то время, каких затрат это требовало. То есть на самом деле снять корабль, снять команду, чтобы она поплыла в том направлении, куда ты плывешь, это стоило приличных денег. Это как в фильмах показывают, приходит какой-нибудь человек с мешочком золотых монет, дает, все поплыли. И то есть все имение, я думаю, которое имел Павел до прихода к Христу, он как раз потратил на то, чтобы содержать себя в этих крусейдах. То есть финансирование. Я расскажу, почему это слово возникло. Все помнят, наверное, такого интересного Евгения Гуриновича. Вот он говорил хорошие мысли, я в конце скажу. После него как раз и пришли мне эти мысли. И следующая часть, наверное, это будет к началу говориться о единстве. Это к Ефесянам 4 глава. Почему я говорю, что каждый, кто приходит к Богу, церковь, не важно, какие мы имеем профессии, не важно, что мы делаем, но мы единое целое, если мы в Иисусе Христе движемся в одном направлении. Ефесянам 4 глава, 11-12 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных ангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть, мы видим несколько категорий, что он поставил пророками, евангелистами, пастырями, учителями. На самом деле этих категорий много. То есть, прославления, учителя, которые учат детей наших. Кто-то созидает, допустим, еду приготовляет, молитвенники. А кто-то, да, то есть, масса профессий и успех, пусть даже бизнес, это тоже, он содействует для того, чтобы было какой-то прибыток в церкви, чтобы было возможно сделать дела. Я сразу вспомнил, в СССР был такой лозунг при Советском Союзе, все профессии нужны, все профессии важны. Помните? Помните? То есть, все строилось, и если сварщика не будет при строительстве, что будет? Или строителя, который бетон, там, за бетон отвечает? То не будет действительно сильной конструкции. То есть, о чем я говорю, что сила церкви это в единстве. То есть, между нами не должно быть ни у кого никаких соперничеств. Почему я говорю, что мы должны принимать друг друга? Это возлюби ближнего своего. Ты знаешь, что ты, что Антон, что Саша, все мы дети Божьи, одинаковые. А для Бога мы самые ценные. И у нас должны быть отцовские сердца. Я помню, когда мне открылось, что такое отцовское сердце. Я так стал любить людей. Самое главное, что ты начинаешь вместо того, чтобы искать слабые стороны, ты начинаешь искать сильные стороны. То есть, и, ну, я уже говорил, то есть, если кого-то не достает, а представьте, что вот в одной церкви будут только одни апостолы. Что будет? Или одни пророки. То есть, опять же, говорится о том, что в церковь это вот много-много-много ключевых людей. Такая вот незаменяемая модель. Или у многих сегодня есть автомобиль, и если не иметь топлива, далеко ли мы уедем? А когда машина стоит без топлива и долго не ездит, что происходит с ней? Вот самое элементарное. То есть, она начинает портиться. Пока мы здесь в Болгарии, я помню наш переезд, мы машину поставили в гараж и на три месяца сюда уехали, пока так, ну, поняли, что мы здесь и останемся. Приезжаем машину продавать. один покупатель приехал, посмотрел, ну, хорошо, говорит, давай, я подумаю, завтра перезвоню и машину только загоняю в гараж обратно, выхожу и слышу, что-то текет. Машина постояла, радиатор просох. А когда машина стоит, колодки начинают ржаветь, диски тормозные. То есть, так и происходит с церковью. Если церковь не живая, что-то отсутствует и она не двигается, рано или поздно она закиснет, она развалится. Так вот, для чего быть успешным, для чего достигать максимума, да, ну, двигаться, если мы поставлены в любой работе, ну, пусть это финансы, да, то есть, в этом мире упирается многое в финансы. Для чего финансы? Для того, чтобы их накопить? Нет, сказано, что на небо ты их не заберешь. Но сказано, что приобретайте себе друзей богатством неправедным. Луки 15 глава, 9 и 10 стих. А я вам говорю, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. можно думать, конечно, мы видим, что происходит в мире, говорят, что вот вы пришли к Богу, не заботитесь ни о чем, но в принципе, как Павел писал фессалоникийцам, да, то есть, христианин должен страдать, он должен быть немощный, все там, ну, мы знаем такое вение, но я не считаю, что это правильно. То есть, если Бог дает, то надо понять, для чего он это дает. Если он дает нам правильно научиться с финансами и распоряжаться для своей жизни, то он доверит нам больше финансов, чтобы распоряжаться для своего царства. И то есть, неправедное богатство, да, как мы можем приобретать друзей? Служить финансами. Можем? Что мы можем делать еще? Да, детские дома, опять же, что нужно? Нужны люди и нужны опять же финансы. Откуда мы их возьмем? Ну, и такой подыток скажу, что зазорно ли быть успешным христианином? Или нет? Зазорно ли быть? Ну, это позор быть успешным христианином, выделяться из всей толпы? Нет. Я считаю так же. И не важно, что я знаю, что тоже бывает, со стороны смотрят. Вот, ну, я образно скажу. один человек говорит, я 80% времени отдаю Богу, а второй говорит, ну, вот он наставлен на свое дело, допустим, строительство. Я просто хочу одну историю рассказать. он 80% занят своему делу. Но это не значит, что он с камнями дружит, с арматурами дружит, там, или с помидорчиками, огуречками. Он в этом, этим своим делом, он тоже может быть Богом. Он тоже может молиться, он тоже может свидетельствовать на том месте, где он стоит, евангелизировать. И это не значит, что он служит там своему делу, да, что все важно. Самое главное есть принцип один. На первом месте кто у нас должен стоять? Бог. Иисус Христос. Отношения с Ним. Второе, что должно быть? Семья. Дом устроен быть. Третье. Третье, ну, я имею в виду, понятно, дом, семья там, но имею в виду дело. То, где ты сегодня стоишь. То, что ты делаешь. То есть, для дела сюда можно, да, и церковь отнести, то есть, то, что ты можешь развивать, то, что тебе доверил Бог. И что я хотел про строителя сказать? Почему навеяло так? Ведь бывает такое, что для себя ты не можешь делать. Ну, вот, ты вроде бы хочешь, а у тебя, ну, как-то вот, то сил нету, то завтра приходит, то потом послезавтра приходит. А когда ты для кого-то делаешь, то ты сразу находишь время, у тебя чего-то почему-то, сил им больше дается. Так вот, почему нужно служить как для Господа? То есть, чтобы наше дело, оно было свидетельством Божьим. И пока мы тут, я даже во время прославления словил себя на мысли, не гордиться нечем без тебя, потому что что? Ты хвала моя. Свидетельство, достижение моего дела, это свидетельство Божие. То есть, об этом, если, когда мы читали к фессалоникийцам, то есть, в конце мы говорили, таковых увещевайте и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Почему в безмолвии? Это не значит, что мы работаем и говорим, это я сделал. На самом деле, кто дал силы тебе это сделать правильно, так, чтобы другие люди обратили на это внимание? Бог. Потому что для себя ты немощный, но для Бога и с Божьей силой, если ты положил в начале Бога в любом деле, то твое дело всегда будет успешно. Так написано в слове. Так вот, по поводу строителя того, уже третий раз напоминаю, история такая, что один строитель, прораб, уже делал к пенсии, ему тут, ну он понимает, что делал к пенсии, у него один проект, надо дом построить. Знаете такую историю? и ему говорят, и ему говорят, хорошо, ты пойдешь на пенсию, но вот дострой этот дом. Ну окей, достроит дом. Там сэкономил, там схалтурил, так быстренько, чтобы сделать. А в итоге, что ему в конце говорят? ты хороший строитель, мы видим, что ты хорошо строишь, поэтому мы хотим этот дом последний отдать тебе. Представьте, с какими мыслями этот строитель стоял. Я думаю, там такие мысли были, что а когда ты делаешь для Бога, если ты делаешь для Бога, то ты никогда не будешь разочарован плодом своего дела, потому что ты это делаешь для Бога. А по поводу Евгения Гориновича, я помню, когда он давал в конце слова, хороший брат евангелист, и мы любим Варну, Любим Варну. Кто не любит Варну? То есть, если мы берем ну в среднем 400 тысяч человек, да, здесь 500 тысяч человек, то на евангелизацию я понимаю сегодня, насколько информационная война забивает и борется за человека, сколько ресурсов сегодня вкладывается финансовых, чтобы протолкнуть рекламу потребительства на телевизорах, баннеры, кругом, везде тебе дают даже в Гранд Мол, в Гранд Мол, пойдите, сразу рекламок надают пачку. То есть, и он говорил, что на каждого человека в среднем в Болгарии евангелизация 10 евро. Так вот, представьте, если 400 тысяч человек, 4 миллиона евро, откуда их взять? откуда их взять? Сами они вроде бы с неба, мы понимаем, что оно придет от Бога, но не с неба, оно вот, оп, так и нет, так не бывает. То есть, меня это тогда зацепило, что есть куда двигаться, 4 миллиона евро, это, я еще таких не видел денег, просто сам. мы понимаем, что Бог дает через людей, то есть, он восполняет нужды, он видит, масса таких историй, а люди откуда берут деньги? Работают. А когда они работают как для Господа, то израбатывают больше. И куда? Естественно, эта сумма придет, рано или поздно она придет. Бог положит на сердце, чтобы оно пришло. Почему я так еще говорю? То есть, у нас есть нужда на сегодня варна, 4 миллиона евро в среднем. Я люблю людей, каждый любит людей, имея отцовское сердце. Кто хочет, чтобы родители, я знаю, у всех такая нужда, чтобы родители спаслись. У кого-то спаслись? У меня в этом году отец принял Христа, а мама еще так, говорит, нас не учили. Но я верю, что придет и ее время. Мы хотим, чтобы наши дети, они шли не за то, что по телевизору говорят, а шли за Христом. Чтобы наши правнуки шли за Христом. А еще у нас нужда есть. То есть, если я говорил, что когда мы в единой церкви, единый организм, то сегодня, да, наша церковь, она здесь возрастает, но у нас тоже есть нужда. Матфея 19, 5-6 стих. И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одной плоти, так что они уже не двое, но одна плоть. К чему я это? Слава Богу, сегодня за болгарскую церковь, которая нас принимает, за пастора, за служителей, которые разрешают нам здесь сегодня быть. Но нашей церкви тоже требуется дом. Согласны? Я верю, что рано или поздно церковь, она вырастет до предела и хорошо имеет свой дом. В молодой семье должен быть свой дом. Сегодня наша церковь молодая. Поэтому, видя эти все нужды для эмонголизации варны, для дома, я понимаю, что нам всем есть куда расти и служить, как для Господа. Поэтому, я на этом закончу и передам слово. Большое lettermas,